Всем привет! Мы находимся на сборке Linux Mint Mate 32-битной версии. Вот здесь это прекрасно видно. Видите, написано I686. Если бы было написано 64, так оно бы было 64. Я практически настроил Mate по своему вкусу. С очень многими программами в версии 17.3 были проблемы. В частности, укажу SystemBug. Затем Super Boot Manager ни в какую не хотел ставиться. Ну и там еще был ряд программ, где пришлось тоже, как говорится, повозиться. Ну, сборочка получилась на удивление интересная. И вот что мне нравится у Mate в панелях. Вот посмотрите. Значит, свойства. Ну, допустим, можно расширять до предела. Будет расширен до предела. Значит, показывать кнопки вскрытия и показывать стрелки на кнопке вскрытия. Вот посмотрите. Я взял ее и спрятал. Взял ее, спрятал сюда. Понятно, да? Вот таким вот образом. Значит, ну, я бы сказал, что, в принципе, ну, меня, допустим, это устраивает. Вот, например, я хочу, чтобы у меня где-нибудь все это дело сидело. Ну, вот покажу. Где-нибудь вот так вот, да? И теперь, значит, показать кнопки вскрытия. Ну и стрелочки на них можно. Хотя, даже если сейчас у меня будет, у меня и без стрелочек оно будет нормально, как говорится, прятаться, менюшечка. Понятно, да? А тут просто стрелочки. Ну, еще одна финтифлюшка, скажем так. Вот. Очень удобная панелька. И ее можно расположить тоже в любом месте экрана. И таких панелек можно сделать кучу. Одна, допустим, для системных работ, там, форматирования, там, флешек, записи на флешке, установка, там, загрузчиков, меню, настройка, там, систем баг, там, вот такие вот серьезные программы, вот, из этой группы. Ну, кстати, вот, менеджер программ, еще программы, значит, ставят, и менеджер пакетов. Да, плюс еще пакеты дебяновские ставят. То есть, тут возможности хорошие. Значит, ну, естественно, пылесосик Ubuntu Twig. Мне эта программка нравится, шустренькая, чистит хорошо. Вот. И, значит, ну, соответственно, значит, здесь вот есть веб-браузер Firefox. Но, хочу вам сказать, что вот Google Chrome прекратил поддержку 32-битных версий. И мне посоветовал один из пользователей. Значит, а что говорит, ну, Google Chrome? Ну, поставьте Chromium. А Chromium я оставил давным-давно. В принципе, никаких у меня возражений на эту тему нет. Вот, смотрите, в поисковом окошке мы заводим не Google Chrome, а заводим Chromium. И ищем. Так, вот он, Chromium Browser. Вот, отмечаем его для установки. И вперед, и спей с ней. И будет у вас, как говорится, практически, считайте, тот же Google Chrome, но для Linux Mint и для Ubuntu. Ну, для Ubuntu 14.04, то есть он до 2019 года будет нормально поддерживаться. Поэтому вот тут и волноваться не стоит. Вот такая вот хорошая штучка. Значит, тут вот устанавливается автоматом, значит, Adobe Flash plugin. Но я обычно люблю еще делать вот что. Значит, вот смотрите. Заведу словечко такое, paper, перец. Вот эта тема. А вот флаж плагин. Значит, делаем отметку для установки и ставим еще и его. То есть тут тоже хороший флаж плеер. Плагин, чтобы все, как говорится, работало нормально. Вот, два их поставили. Теперь, значит, что? Просто идем вот сюда в интернет. Где у нас там вот этот Chromium прячется? Помещаем его. Итак, практически, значит, Chromium от Google Chrome ничем особенно таким, я бы сказал, что не отличается. Значит, вот идем на домашнюю страничку Google.ru. Ну, тут нормально все. Значит, сайт я сделал вам. Вот закладочку. Всегда можно посмотреть все самые последние новости. Скачать файлик на вишенка вот отсюда. Или с этой кладовочке скачать одну из моих сборочек. Значит, поставлен блокиратор рекламы. И поставлена хитрая такая штучка, которая позволяет заходить на сайты, которые правительство некоторых стран просто запрещает. Так, допустим, я знаю, что это довольно-таки распространенное явление. Во многих странах жители правительства этих стран, они не разрешают людям заходить на ресурсы, которые считают каким-то по своим причинам нежелательными. Ну, это, скажем так, вот обход. Можете включить, значит, можете выключить. Это дело зависит от вас. Не разрешают вам куда-то идти. Взяли, значит, включили. Нажали, значит, на прокси. И у вас там будет эта самая калитка, как говорится, ну, там с трех-пяти попыток открываться, и попадете туда, куда вам нужно. Я считаю, что свободная информация не должна быть ограничена для людей, ни из какой страны. Все люди со всех стран должны иметь доступ нормальный к информации. Вот и все. Дело в том, что вот как они ее потом переварят, это уже другой вопрос. Вот здесь пусть головы болят у политиков, специалистов. Информация должна быть свободной, как воздух и вода. Ею должны все пользоваться и не спрашивать никого друг друга. Так. Ну, ладно. Значит, что мы, значит, сейчас сделаем? Сборочку я, значит, настроил. Настроил неплохо. Вот, видите, какая чудненькая менюшечка выскакивает. Практически я сейчас почищу за собой весь мусор, и при помощи программы SystemBug создам, значит, копию, которую мы проверим на виртуальной коробочке. Итак, сделаем копию программы SystemBug. Вот я специально показываю, чтобы вы видели, что практически я буду это делать на русском языке. То есть тут у меня все необходимые настройки сделаны, выставлен русский язык и создавать изообраз автоматически. Создадим, значит, образ, и потом посмотрим, работает он или нет. На виртуальной коробочке проверим. Ну вот, процесс создания образа закончился. Образ занимает 2,27 гигабайта. На него практически вошли все самые необходимые программы. Скажем так, джентльменский набор. То есть для пользователей, скачавших эту сборку, надобность установки и настройки многих программ, она просто отпадает. Особенно там, когда там SystemBug настраиваете, там или вот SuperMootManager, там проблемные такие, там местами были. Тут же KonkiManager на Mate не очень-то хотел устанавливаться, там тоже были проблемы с подключением репозиториев. Так что сборочка хорошая. Значит, что будем делать? Запускаем виртуальную коробочку и подключим образ. Вот и все. Итак, запускаем и смотрим. Менюшка появляется нормальная, без кракозябров. Только что не на русском, а на английском языке, но с этим, как говорится, смириться можно. Ну и грузится тоже вроде бы нормально. Ну вот образ загрузился. Ну давайте его поисследуем, посмотрим. Так. Ну практически все здесь работает нормально. Для меня было просто. Если образ грузится на виртуальную коробочку, значит его уже можно записывать на флешку и ставить на жесткий диск. Если по каким-то причинам запись, флешка не загружается, то проверяйте программу для записи на флешку значит, или саму флешку. Скорее всего, чаще всего причина бывает в этом. А так, значит, правило номер один. Вот если образ вы скачали, проверили контрольную сумму и проверили его вот так вот на виртуальной коробочке, если он грузится, то причина того, что флешка не стартует там или еще что-то, это уже ищите причину самой флешки или в программах для записи на флешку. Вот таким вот, скажем, образом. Это, скажем, общее такое правило. Значит, ну и у Мэйта есть там ряд своих особенностей. Среда, ну к ней, значит, я особенно там не проверял, но к ней, по-моему, подключается хорошо Компис со всеми там его эффектами, там и кубом рабочего стола и вращением там этого куба, там и черты там в ступе. Все на Мэйте, как говорится, работает. Компис на Цинамоне, он не работает, а вот на Мэйте он работает и работает, как говорится, хорошо. Вот таким вот образом. Значит, менюшечка, тут полностью, видите, все, как говорится, там на русском языке. Что нужно, значит, возьмете там, добавите, что не нужно там удалить. Я обычно всегда удаляю Бразера, потому что я никогда им не пишу, допустим, себе там эти образы там на CD-диске, потому что это уже прошлый век, я пишу только на флешке. Но в любом случае, тут также легко удаляется любая программа при помощи меню. Видите, да? Любую программу правой кнопкой удалить, там завели пароль и удалили. Вот и все. Значит, и плюс, значит, пожалуйста, значит, вот на панелечке у нас располагается хороший броузер хромиум. То есть, практически два веб-броузера. Дальше, значит, можно подключить кладовочку на мега, кладовочку на дропбоксе, можно подключить скайп и скайп-тап. Сначала подключается одно, потом выходите из него, подключается другое, настраивается, перезагружаетесь и скайп-тап у вас нормально работает. уроки по настройке можно посмотреть на моем сайте. Есть там тонкости, небольшие в настройке, это надо вам будет проделать, скажем так, ручками, но ничего страшного, как говорится. Кстати, вот как я менял, допустим, свойства панели, посмотрите. Фон. Сделаю его непрозрачным. Вот, пожалуйста, могу сделать его непрозрачным. Вот таким образом. То же самое здесь. Тут все прозрачное, идут свойства, выставляю фон, делаю фон непрозрачным. Все нормально. Кто, значит, спрашивает? Ему отвечу. Никогда не переводить русский язык, потому что сделан, как говорится, для русскоязычных людей. Значит, меню, значит, в хроме уме, оно, скажем так, почему-то не на русском языке, хотя я делал здесь настройки, вот сеттинги есть. Я здесь заходил сюда, продвинутые настройки, смотрел языковые настройки, вот, и выставлял сюда, вот так вот выставлял, русский язык, и использовать его для проверки произношения. Вот таким вот образом делал. Значит, и перезагружал его, и перезапускал, но все равно, видите, менюха не хотелось, не хотела, скажем так, устанавливаться на русском языке. Ну, в конце концов, для любителей Google Chrome, это уж, скажем так, не такое уж и большое там событие, в конце концов, с этим можно и смириться. Вот, а так, в принципе, абсолютно нормальная рабочая сборочка Linux Mint Mate, 32-битная. Значит, поэтому я, значит, вам ее предлагаю вашему вниманию, и предлагаю, значит, ее потестировать, погонять, как говорится, хвост и гриву, выбрать то, что у вас будет лучше всего работать, не нужное, поубирайте. Ну, и мне обязательно отпишитесь, легко ли она устанавливалась, потому что вот здесь для установки все необходимое есть, оно уже будет у вас сразу на флешке. Вот, единственное, я сейчас только заметил, что нет, но я сейчас перезапишу этот образ. Значит, я не выставил сюда программу G-Party. О, даже и не установлено пишет. Ну, и ничего страшного нет, сейчас мы ее поставим, и все будет нормально. Ну, вот я закончил установку программы G-Party, теперь нам надо ее в менюшку поместить, наберем здесь, допустим, GP, она обычно сразу появляется, добавим ее на панельку, и теперь подвинем ее, обычно я держу ее рядышком всегда вот с этими друзьями, SystemBuck'ом, с Fs-Archiver'ом, вот таким вот образом. То есть, вот такие вот самые необходимые программы, значит, у вас будут уже предустановлены, и что мне нравится в Мэйте, значит, вот, раз, значок, и не занимает она у вас абсолютно никакого места. Можно убирать ее и влево, как говорится, и вправо, по вашему, как говорится, желанию, по вашему усмотрению. Единственное, значит, у Мэйта всегда была проблема, вот, изначально, значит, нет флажков раскладки клавиатуры, а мне они очень нравятся. Итак, я желаю вам провести много приятных часов с этой сборочкой Минта с Мэйтом 32-битной версии, если у вас старенький компьютер, 64-битка, если у вас 64-битный компьютер, значит, в принципе, вещичка любопытная, и мне вот в Мэйте всегда нравилась вот такая вот, скажем, красота в управлении вот панелечками, что вот они вот так вот красиво их можно, как говорится, у них делать их абсолютно не это самое прозрачными и очень легко прячутся. Причем, таких панелек можете хоть 10, хоть 20 сделать, они у вас в любом случае будут занимать совершенно крошечное здесь вот место. То есть, экономится вот это вот рабочее пространство основной панели и экономится очень здорово. То есть, на нем появляются только, скажем, работающие программы. Вот и все. Ну, ладно, всего доброго и до новых встреч!